сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие в мир загадочных и невероятных существ которые никогда не попадались вам на пути в этом ролике мы будем исследовать невероятные формы жизни и узнаем их как снаружи так и внутри приготовьтесь к потрясающим открытиям и неожиданным сюрпризом ведь мы с вами отправляемся на поиски самых загадочных существ на планете с вами канал топ факт желаю приятного просмотра ну и конечно же погнали рыбак из таиландской провинции граби столкнулся с удивительной находкой которая оставила его в шоке поймав в своей реке таинственное создание он был поражен его внешним видом множеством длинных черных ног которые изящно двигались как-то по паучье это существо было не похоже ни на что из того что он видел раньше и осторожно потыка в существо палкой рыбак с ужасом осознал что это необычное существо несет в себе некую загадку которую не мог разгадать изначально даже подумывал о том чтобы его жечь но затем решил все это снять на камеру и отпустить его обратно в воду вероятно это морская звезда относящиеся к виду колобометра перспиноса которые могут вырастать до 30 сантиметров в диаметре и иметь до 10 конечностей друзья наверняка вы уже что-то слышали о загадочном существе с человеческим лицом которое было снято в воде некоторые считали его мифическим созданием но на самом деле это рыба под названием каторжник но что же такого удивительного в этом создании во первых ее глаза это просто что-то невероятное они такие большие необычные что создают ощущение будто они за вами наблюдают он также привлекает внимание своим множеством зубов которые точно напоминают человеческие но несмотря на свой необычный внешний вид каторжник это обычная рыба которая обитает вдоль атлантического побережья от нью-йорка до бразилии она может вырастать до 91 сантиметра в длину и питается различными моллюсками устрицами ракообразными растениями как мы можем себе представить как она охотится на свою добычу каково поведение в дикой природе например все эти вопросы остаются загадкой но можете быть уверены что каторжник не является опасным для людей специалисты советуют не бояться эту рыбку и даже спокойно рядом с нею плавать а совсем недавно одна женщина обнаружила у себя дома на подоконнике удивительное пушистое создание она сразу же выложила все это в это и всех спросила кто может подсказать а кто это такой милый пушистик на первый взгляд это создание кажется насекомым но определить его вид довольно сложно интересно сталкивались ли вы с чем-то подобным она производит впечатление какого-то пушистого насекомого или может быть имеет даже отношение к голубям ведь на вид у него есть пушистые периоды в общем если есть какие-то мысли идеи то дайте об этом знать в комментариях а на севере мексики обнаружили какое-то странное существо которое сразу же вызвало интерес ученых и стала объектом их изучения это присмыкающиеся похожие на червя и ящерицу одновременно имеет розовое тело и кольчатую шкуру а передние лапы напоминают лапы ящериц оказалось что это представитель двуходок который преимущественно обитает под землей его достаточно сложно встретить на поверхности мексиканская кротовая ящерица расчищает ходы своими лапками и таранящими движениями головы интересно что змей перемещающийся по тоннелям вырытым ящерицей является ее естественным врагом и несмотря на то что местные жители называют эту рептилию айлотом и верят что он может заползти внутрь человека документальных свидетельств такого вторжения пока что не было большую часть жизни она проводит под землей где питается насекомыми и термитами на очереди у нас гусеница барон это представитель семейства баронов которые обитают в тропических лесах южной америки и азии на первый взгляд такая гусеница кажется обычной гусеницей с черным телом и желтыми пятнами однако ее главное оружие это гениальный камуфляж барон является настоящим мастером маскировки на ее теле расположены специальные перья которые позволяют ей превращаться в неразличимую часть окружающей среды как думаете сколько времени уходит у гусеницы на создание такого камуфляжа ответ всего пара минут за это время она изменяет цвет своих перьев чтобы они соответствовали окружающей среде кроме того на ее теле имеется сложный рисунок который еще больше помогает ей скрываться от врагов однако и это еще не все у гусеница барона есть еще одна защитная стратегия она способна выбрасывать свои железные волоски которые могут вызвать раздражение у хищников таким образом гусеница барон не только маскируется но и активно защищается от опасностей друзья мои вы когда-нибудь задумывались о том что скрывается на дне океана необычная и красочная жизнь где каждое существо является уникальным и поражает своим разнообразием и одним из таких удивительных созданий является морская лилия это уникальное животное близкий родственник морских звезд и морских ежей уже на протяжении четырехсот пятидесяти миллионов лет населяет наши океаны разновидности морских лилий насчитывается более семисот пятидесяти и они встречаются на абсолютно всех глубинах до 10 километров в самую бездну одни из них живут как ленивый куст врастая в грунт и передвигаясь только для поиска новой области для жизни а другие предпочитают путешествовать бороздя просторы океана а некоторые просто гуляют по дну как стадо коров животное фильтрует воду извлекая и кушая планктон и просто и незатейливо передвигается для того чтобы размножаться морская лилия выбрасывает яйцеклетки или сперматозоиды и начинает развитие свободно плавающей личинки казалось бы все очень просто и легко но скелет наружный и морская лилия не исключение среди них бывают и ядовитые экземпляры а некоторые имеют сложные и уникальные механизмы выживания в общем друзья морская лилия это не только красивое и удивительное животное но и объект для изучения так что когда вы в следующий раз окажетесь на дне океана и увидите перед собой этот необычный куст то не забывайте что это живое существо со сложной пищеварительной системой и удивительными механизмами выживания продвигаемся дальше и на очереди у нас морские доллары вы когда нибудь что-то о них слышали думаю что нет эти загадочные создания очень редко попадаются на глаза людям но недавно одна женщина из калифорнии смогла снять невероятные кадры одного из них на пляже крессин сити эти существа на первый взгляд напоминают маленьких ежей сотнями ножек которыми они перемещаются по морскому дну но кроме того что они имеют необычный внешний вид морские доллары также являются настоящими художниками на спине у них нарисованы узоры форме листочков которые смотрятся так будто бы их и правда кто-то нарисовал и несмотря на то что морские доллары являются довольно редкими они представляют большой интерес для ученых так что если вы когда-нибудь найдете морского доллара на пляже не упустите возможности познакомиться с ними поближе кто знает может быть именно вы сможете разгадать тайны их жизни и стать одним из самых первых ученых которые раскроют все секреты сейчас друзья я расскажу вам о невероятной сенсации это рыба бычок известная также как воросуба или чужой из моря ариаки эти рыбки имеют зеленовато черное тело с мелкими острыми зубками выступающими наружу их почти незаметные глазки точки и блестящая слизь делают их внешний вид довольно устрашающим однако не смотря на это японцы высоко ценят воросуба за свой специфический запах и отменный вкус и для того чтобы привнести свои блюда особый аромат и вкус рестораны в японии добавляют живых воросуба чтобы они эффектно открывали рот на тарелке этих рыбок можно найти в высушенном виде как сушеную закуску в супах или в других блюдах причем даже в измельченном виде воросуба сохраняет свой уникальный запах и хотя их зовут угорь бычок на самом деле они не относятся к угрям внешне они больше похожи на личинку паразита из фильма ужасов чужой но все-таки несмотря на свою жуткую внешность эти рыбки являются очень вкусным деликатесом они стали настоящей сенсацией в японии привлекают все больше туристов со всего мира желающих попробовать эту уникальнейшую рыбку так что если вы когда-нибудь окажетесь в японии то не упустите возможность попробовать этот деликатес неподалеку от таиланда обитает невероятно хрупкий и загадочный вид рыб лептоцефалы эти прозрачные стеклянные капли размером не более 30 сантиметров скользят в морской толще вылавливая рачков планктон и подводный снег их ткани довольно быстро разрушаются при прикосновениях что делает изучение их жизни крайне сложным однако несмотря на это ученые все-таки смогли выяснить что лептоцефалы не похоже на ныне существующие виды у них нет ни чешуи ни красных кровяных телец и вместо нормального кишечника они обладают примитивной трубкой из-за своей хрупкости и невидимости для хищников лептоцефалы практически не знают естественных врагов однако это не мешает им иногда превращаться в гигантских прозрачных животин длиною почти в два метра далее друзья я расскажу вам об игрунке или как его еще называют мармазитки это такие маленькие обезьянки которые обитают в тропических лесах южной америки кто-нибудь из вас знает какой у них размер правильно они всего лишь немножко больше мышки но несмотря на свой маленький размер игрунки очень интересны и удивительны они достаточно социальные животные и живут в больших группах называемых тамбо как думаете сколько обычный игрунок входит в такую группу ответ до 15 они могут прыгать на расстояние до двух метров и лазить по деревьям как настоящие обезьяны причем такой интересный факт что игрунки обладают очень острым зрением и могут различать такие цвета которые люди даже не видят однако самое же удивительное в игрунках это их голосовые способности они могут издавать звуки похожие на пение птиц к тому же каждый тамбо имеет свой уникальный песен и диалект в бразилии молодой исследователь столкнулся с поразительным явлением природы недалеко от своего жилища существо напоминающее двуглавую змею извивающиеся на земле вы когда-нибудь видели что-то подобное если бы вы встретили такое существо то чтобы вы подумали при более пристальном взгляде становится ясно что это не змея а удивительная гусеница известная под названием странствующий шелкопряд эти удивительные насекомые обладают уникальным поведением они собираются в группы и соединившись образует кажущуюся единым организмом структуру способную перемещаться скоординированно как вы думаете какая польза такого поведения для гусениц это делает ее более заметной и пугающей для потенциальных хищников обеспечивая им дополнительную защиту в ходе совместных поисков пищи насекомые обсуждают свои действия принимая решение о перемещении направления путешествуя гусеница тянет за собой тончайшую нить которая позволяет ей определить путь обратно к своим сородичам знаете ли вы других насекомых использующих нити для перемещения или ориентации я думаю что вряд ли далее необычная находка в тверской области молодой человек по имени данил увидел на берегу водоема длинное и очень тонкое создание напоминающие проволоку причудливая форма и движение могут вызвать страх и недоумение но что же это за существо на самом деле представляю вам червь волосатик удивительное создание семейства многоножек взрослые черви могут достигать длины до двух метров при этом толщина их тела не превышает два с половиной миллиметра но почему же он такой тонкий длинный червь использует свою форму для движения сквозь узкие щели в почве где он обитает он питается растительными остатками и микроорганизмами которые находятся в почве и несмотря на свой внешний вид червь волосатик играет важную роль в экосистеме он участвует в процессе разложения органических отходов что помогает сохранять почву в хорошем состоянии кроме того его тело содержит важные питательные вещества которые могут быть полезными для других организмов и хотя червь волосатик не является угрозой для человека он может быть довольно пугающим на первый взгляд так что если вы когда-нибудь встретите его в своих походах на природе то не бойтесь это просто удивительное создание которое играет важную роль в экосистеме нашей планеты а это создание переходил асфальтовую дорогу и кто-то решил остановиться и заснять его на камеру своего смартфона пушистая шерсть скрывала голову так что нельзя было точно сказать кто или что это было однако все же у меня есть парочка предположений одни считают что это был слепыш некоторые говорят что это крот а другие даже предполагают что это мутант из припяти также мы видим на видео что у него практически не было глаз и ушей а нос и вовсе похож на кошачий что еще больше усиливает загадочность этого создания в последнее время в интернете начало обсуждаться какое-то странное существо которое привлекло всеобщее внимание никто не мог понять что это за создание пока автор ролика не рассказал свою историю он гулял по лесной зоне кэтрин австралийского городка когда столкнулся с маленьким взволнованным существом с какими-то странными чертами лица оказалось что это детеныш голговского вьюрка вида птиц обитающих в северной части австралии они обладают интересным внешним видом оснащены крошечными телами и необычными клювами со странными цветными бугорками это создание было снято жителем деревни где-то в индонезии крылатое существо огромных размеров которое напоминает летучую мышь и так что же это за загадочное существо представляем вашему вниманию молотоголовый крылан этот вид летучих мышей обитающих в тропических лесах азии и океане и просто поражает своими размерами они достигают длины от 20 до 30 сантиметров а размах крыльев может достигать от 70 сантиметров до целого метра молотоголовые крыланы являются истинными фрукторианцами они не охотятся на других животных и питаются только фруктами то есть их меню состоит преимущественно из инжира манго гуавы и бананов и несмотря на свой казалось бы устрашающий вид молотоголовые крыланы являются миролюбивыми животными и не представляют никакой угрозы для человека однако они являются уязвимым видом и подвергаются различным угрозам таким как потеря места обитания и охота на них для использования в медицинских целях этот монстр может перепугать абсолютно любого кто страдает инсектофобией ведь его размах крыльев достигает целых 25 сантиметров знакомьтесь гигантский длинноногий кузнечик но это еще не все что его делает настоящим ужасом кузнечик способен издавать громкие звуки которые напоминают автоматную очередь можете представить как этот звук действует на слух но не стоит думать что размеры этого существа связаны с его страшным внешним видом на самом деле гигантские длинноногие кузнечики ведут исключительно ночной образ жизни именно по цветам луны они отправляются на поиски пищи и партнеров обитает это необычное создание главным образом в горах малайзии но встретить его можно разве что в очень редких случаях пищу кузнечики употребляют обычно из растительности но не прочь полакомиться другими насекомыми так что в следующий раз когда вы услышите странный звук в ночи им не спешите бежать возможно это просто гигантский кузнечик который просто ищет свою вторую половинку друзья что вы видите на этой картинке поверите ли вы мне если вам скажу что тут изображена лягушка да да малайская листовая лягушка которая живет в тропических лесах азии и отличается от других лягушек своей способностью маскироваться она выглядит очень похожий на листву что позволяет ей успешно скрываться от хищников и охотиться на добычу не привлекая к себе внимания лягушка очень хорошо приспособилась к окружающей среде так что найти ее днем очень сложно она обитает во влажных лесах а ночью можно заметить благодаря ярко блестящей глазам под светом фонаря однако увидите и ночью тоже не так легко малайская листовая лягушка представляет ценность для многих любителей земноводных но их отлавливают и используют для создания домашних животных поэтому важно бережно относиться к этому уникальному виду и не причинять ему вреда и так продолжаем с вами исследовать подводный мир знакомьтесь губка арфа эти удивительные существа могут достигать размеров до двух метров в диаметре и весить более 200 килограммов главной особенностью губки арфа является ее форма напоминающая музыкальный инструмент арфу ее тело состоит из множества мелких отверстий которые напоминают струны и позволяют ей плавать в воде кроме того губка арфа является домом для множества морских организмов таких как моллюски креветки рыбы но насколько же губка арфа уникальна и загадочна она обладает некоторыми необычными свойствами которые до сих пор не могут быть полностью объяснены учеными например она может очищать воду от токсинов и загрязнений а также удалять из воды опасные бактерии и вирусы кроме того губка обладает свойствами которые даже могут помочь в борьбе с раком таким как рак груди простаты и даже кишечника а это создание которое было найдено на пляже колумбич в австралии на первый взгляд кажется что это какой-то обычный кусочек пластика но на самом деле это оказалось живым один 47 летний мужчина нашел это во время семейной прогулки он думал что это просто кусочек пластика пока не заметил что у него есть ножки и он может двигаться видео быстро стало вирусным и зрители начали гадать о том что же это за существо и какие последствия могут быть после прикосновения к нему однако друзья не волнуйтесь по всей видимости она не является опасным для человека даже наоборот представляет настоящую находку для науки и несмотря на то что точное наименование пока что неизвестно можно подумать о чем-то ракообразном она кристально прозрачная имеет необычную форму напоминающую мотылька следующее создание обнаружила женщина в своем саду в санта-фе на первый взгляд она напоминает змею длиной около 10 сантиметров но его вторая голова вместо хвоста наводит на мысли о чем-то большим что же это за мутант который смог выжить в городе большинство комментаторов сочли его именно за змею мутанта однако специалисты сразу же развеяли это заблуждение мутант оказался гусеницей винного бражника способный мимикрировать под змею то есть притворяться чем-то другим чтобы защитить себя от хищников в данном случае гусеницы винного бражника могут вести себя подобно змее имитируя движение змеи и внешний вид такое поведение отпугивает хищников которые не хотят рисковать своей жизнью нападая на настоящую змею и предпочитает искать свою добычу где-то еще погрузившись в океан возле мадагаскара один дайвер обнаружил нечто загадочное что побудило его приблизиться поближе прозрачные создания словно невидимые нити переплелись друг с другом и образовали удивительную форму букву g в первую же секунду он подумал что это склеенные вместе пластиковые бутылки но оказалось что это был совершенно иной объект медузы которые всплыли из глубин океана кажется просто затмели все его ожидания и фантазии он ощутил как стал свидетелем чего-то прекрасного и удивительного мягкое движение воды и плавные линии формы создали иллюзию будто время замедлилось в эти мгновения он погрузился в глубокие размышления о красоте природы и ее тайнах о том как многое еще остается неразгаданным и неизвестным встретить таких редких медуз да еще и заснять все это на камеру это было просто большая удача и он был очень благодарен за этот незабываемый момент такие встречи нам напоминают что наш мир полон загадок и чудес которые только ждут чтобы быть открытыми вот такой вот получился наш сегодняшний выпуск друзья про самых необычных существ на нашей планете если вам понравился выпуск вы хотите увидеть что-то подобное то не забудьте оценить видео лайком или дизлайком написать парочку комментариев и подписаться на канал top facts в общем всем огромнейшее спасибо за просмотр и увидимся уже в нашем следующем выпуске пока